Продолжение следует... Осенью 2010 года черное платье стали ультрамодными. Самыми актуальными нарядами дизайнеры считают асимметричное мини-платье с оборками-валанами и открытыми плечами. Маленькое черное платье, которое я предлагаю, состоит из простых элементов кроя, но каждый из этих элементов подчеркивает фигуру и подчеркивает достоинства женщины. Обязательным атрибутом маленького черного платья является металлическая фурнитура. Делая стройную фигуру и подчеркивая именно готичность и вытянутость силуэта. Это платье можно одевать отдельно, так как оно может служить коктейльным, но если его одеть поверх белой рубашки, то в этом платье можно отлично пойти в офис и выглядеть очень элегантно. В этом году появилась новая тенденция в дизайне – двухслойное платье из атласа и прозрачного шифона. Такие модели выглядят очень соблазнительно, ведь полуобнаженное тело всегда привлекает внимание. Такой строгий бант, который, опять-таки, не очень вычурный, но в то же время достаточно крупный, привлекает внимание на уровне груди и в то же время он не является таким ярким, сильным акцентом. Не удивляйтесь, если в новом наряде вы будете напоминать героиню фэнтези. Направление черной романтики – модный тренд нынешней осени. Я считаю, что маленьких черных платьев много не бывает, поэтому я с удовольствием приобрела очередное маленькое черное платье из новой коллекции и с радостью буду его носить. В этом сезоне, чтобы выглядеть стильно, ваша верхняя одежда должна обязательно иметь готические элементы. А вы мне напоминать, что кажется весьма необычным, героиню фэнтези. Мировые тренды предлагают одну из тем – это темная романтика. Что имеется в виду? Это готические направления, готические стили в перемешку с какими-то романтическими фантазиями. Это грустные куклы, это девушки Эмма, это разные жесткие силуэты в сочетании с какими-то прозрачными легкими вариациями. Чтобы лучше разобраться в модных осенних трендах, мы отправились в творческую мастерскую к дизайнеру Наталье Поткиной и примерили предложенные модели. Так хит номер один – кожаный плащ или нечто его напоминающее. Такие варианты, как плащи, вытянутых силуэтов, которые позволяют вытянуть фигуру. Все эти силуэты готики, они как раз здесь присутствуют. Сочетание жестких тканей и прозрачных, матовых и блестящих – это как раз вся эта жесткость, она здесь присутствует. Также ярко и модно вы будете смотреться в фиолетовом тренче. Его классический крой и цвет подходят буквально ко всему, а еще он выгодно подчеркивает фигуру. Если длина выбранной вами верхней одежды до колен или ниже, не забудьте об обуви на каблуках. Точно так же, наряду с этой жесткостью и металлическими какими-то грубыми деталями, есть нежные вставки прозрачного кружева, которые немножко смягчают и добавляют романтики в этот спокойный, тяжелый стиль. Для вечерних выходов Наталья предлагает модницам легкое бархатное пальто, в котором любая девушка будет выглядеть незабываемо. Вот этот блеск и гладкость этого материала, они как раз таки позволяют одеть вот такой плащ на вечернее мероприятие и выглядеть не только на самом мероприятии хорошо, но и подъезжая к дверям, подходя. С приходом осени очень не хочется расставаться с любимыми летними нарядами, поэтому я безумно рада, что наши дизайнеры предлагают изящные плащи и пальто. Верхняя одежда, сшитая в стиле темная романтика, подходит для любого типа фигуры. Потому что вертикальные линии, они всегда вытягивают стремящийся вверх. И как раз таки вертикальные линии всегда очень помогают скрыть какие-то недостатки фигуры. А нежные ткани типа кружева или шифона, они добавляют много нежности, какой-то романтики, которую очень любят молодые девушки. Модные цвета черный, серый, синий и фиолетовый. Эта палитра говорит о том, что осень все-таки уже наступила. Субтитры создавал DimaTorzok